С 5 по 8 июля в Казанском университете пройдет научный семинар «Ботанические сады в 21 веке». Чем может похвастаться ботанический сад Кафу и как он готовится к предстоящему мероприятию, расскажем в сюжете. Если вы устали от каменных джунглей, а виды за окном так и манят зеленой листвой, это повод задуматься о выезде на природу. Организовать не только приятный, но и познавательный досуг можно, не тратя несколько часов на дорогу. Ботанический сад Казанского университета находится прямо в городской черте. В Дендрайве расположены растения из четырех климатических зон. Это Европа, Азия, Северная Америка, Дальний Восток и зоны смешанного типа. Этот сад один из старейших в стране. В этом году ему исполнилось 215 лет. В ботаническом саду Казанского университета можно встретить 1250 видов растений от крапивы до банановых пальм. С маленькой теплицы он разросся до целого комплекса, посетить который по предварительным заявкам могут все желающие. Экскурсии проводят сами работники ботанического сада. Как только акация отдохнула, именно акация розовая, у ней происходит второе, следующее, последующее цветение. Получается, что за сезон она может процветать 3-5 раз. Иногда даже с цветами уходит в зимний период. Экскурсионная программа ботанического сада включает лекции для школьников, студентов, специалистов разного профиля, садоводов-любителей. В зависимости от сезона в нее может входить и дегустационная часть. Вечно зеленые тропические растения можно встретить в теплице. Многие из них цветут и плодоносят даже зимой. Например, монстера деликатесная. Особо удачливые туристы могут попробовать ее сладкие плоды во время экскурсии. Здесь же проводятся научные исследования по перспективным направлениям. Адаптации нехарактерных для местности растений, селекции сельскохозяйственных культур, изучению содержания сахаров во фруктах. В честь юбилея в ботаническом саду проводятся ремонтные работы, включая создание современного оранжерейного комплекса для выращивания определенных культур. Ремонт состоит, как говорится, по планам из нескольких этапов. Мы сейчас находимся, приступили ко второму этапу уже ремонта. Первое это было как бы благоустройство и ландшафт, и возделывание данного участка именно на этой территории. Создается новая экспозиция для новых коллекций, как субтропических, так и тропийских культур. Заключительным этапом перед научным семинаром «Ботанические сады в 21 веке» стратегия развития и инновационные решения станет подготовка паспортов растений. Мероприятие пройдет в Казанском университете с 5 по 8 июля. Ариадна Кугушева, Ленарда Валерьяров, Универньюз.